Книга притчей Соломоновых Глава первая Притчи Соломона, сына Давида, царя Израильского, записанные в назидание потомкам, чтобы постигать мудрость, внимать наставлением и понимать глубокомысленные изречения, чтобы учиться правилам благоразумия, праведности, справедливости и честности. Помочь людям простым обрести проницательность, а юношам — знания и рассудительность. Мудрый послушает и приумножит ученость свою, и разумный найдет ценный совет, чтобы понимать притчи и иносказания, изречения мудрецов и их загадки. Начало всякого познания — благоговение пред Господом. Глупец же презирает мудрость и наставление. Сын мой, наставление отца своего слушай, не отвергай того, чему учила тебя матушка. Слова их — прекрасный венок для головы твоей, ожерелье для твоей шеи. Сын мой, если станут уговаривать тебя на худое разбойники, не соглашайся. Скажут они, пойдем с нами, притаимся в засаде, чтобы кровь пролить, без причины подстережем невиновных. Поглотим их живьем, как шеол, целиком, как покойников могила. Награбим себе драгоценностей всяких, дома наполним добычей. Бросай жеребий вместе с нами, общая будет у нас казна. Сын мой, не ходи их дорогой, не вступай на их путь. Потому что ноги их к злу устремляются, спешат пролить кровь. Напрасно сеть расставлять на виду у крылатых птиц, но разбойники на свою погибель таятся в засаде. Самих себя они погубят. Таков удел всякого, кто алчен до наживы. Жизнью расплатится тот, кто завладел чужим. Премудрость на улицах вопиет. На площадях громко звучит ее голос. На людных перекрестках взывает, у ворот городских держит речь. Наивные вы люди. Долго ли вы будете тешить себя собственной наивностью? Долго ли кощунники будут упиваться кощунством, а глупые ненавидеть знания? Обернитесь и прислушайтесь к обличениям моим. И тогда я и залью на вас дух свой, поделюсь с вами словом своим. Ведь я звала, вы противились мне, протягивала руку, не замечали. Вы отвергали мои советы, не принимали моих обличений. Вот теперь и я посмеюсь над вашим несчастьем, позлорадствую, когда ужас поразит вас. Как ураган обрушится на вас ужас, как вихрь нагрянет несчастье, и придет скорбь и страдания. Тогда будут звать меня, не откликнусь, будут разыскивать, не отыщут, потому что знания они возненавидели. И не избрали путь благоговения пред Господом, совету моему не вняли, и с презрением отвергли обличения мои. Они будут пожинать плоды своих поступков, злыми замыслами своими насытятся. Потому свои нравия погубят невежд, и самодовольство приведет глупых к гибели. Но тот, кто внимает мне, будет жить в безопасности, не страшась беды. Глава вторая Сын мой, если ты примешь слова мои, сбережешь в душе мои заповеди, Склонишь слух к мудрости, устремишься умом к здравомыслию, Если будешь призывать разумение, громким голосом взывать к здравомыслию, Если будешь искать его словно серебра, стремиться к нему словно к сокровищу, То постигнешь, что есть благоговение пред Господом, и обретешь познание Бога, Ибо Господь дарует мудрость, из уст его знания и здравомыслия. Честным он уготовил спасение, он — крепкий щит для живущих непорочно. Оберегает он путь справедливых, охраняет стези всех, кто верен ему. Тогда ты познаешь праведность, справедливость и честность, Каждую стезю добра изведаешь, ибо мудрость войдет в твое сердце, Станет знание сладостно твоей душе. Рассудительность будет оберегать тебя, Здравомыслия охранять где бы ты ни был, Чтобы уберечь тебя от злого пути, От людей, говорящих мерзость, От тех, кто сошел с прямой стези, Чтобы ходить путями тьмы, От тех, кто предается злу с наслаждением, Кому сладок разврат и порог, Чьи пути кривы, Кто блуждает на стезях своих. Рассудительность оградит тебя от чужой жены, От замужней с ее обольстительной речью, От той, что оставила наставника юности своей И забыла клятву, данную пред Богом. Дом ее ведет к смерти, И ее пути к мертвецам. Кто вошел к ней, тому не вернуться, Не вступить на стезю жизни. Потому ходи путями добра, Стези праведников держись, Ибо лишь честные будут населять землю, И лишь непорочные останутся на ней. Нечестивцы же истреблены будут, Исторгнуты из земли, И вероломные будут искоренены. Глава третья Сын мой, Не забывай наставления моих, Заповеди мои сохрани в своем сердце, Ибо это даст тебе долголетие, Лет жизни в благоденстве. Божья любовь неизменная, И верность да не покинут тебя. Повяжи их себе на шею, Запиши на скрижалях сердца своего, И обретешь милость и добрую славу У Бога и у людей. Уповай на Господа всем сердцем своим, Не полагайся на собственный разум, Не забывай его на всех путях твоих, И он сделает стезю твою прямой. Не считай себя мудрым, Пред Господом благоговей, И избегай зла, И тело твое обретет здравие, А кости — крепость. Чти Господа дарами от своего достатка, Из первых плодов каждого урожая, И амбары твои будут ломиться от зерна, Молодое вино в довильнях Будет течь через край. Сын мой, Не отвергай наставления Господнего, От поучения его не отвращайся, Ведь кого любит Господь, Того и воспитывает в строгости, Как отец желанного сына. Благо тому, кто достиг мудрости, Кто обрел здравомыслие. Больше прибыли от мудрости, Чем прибыли от серебра, И дохода от нее гораздо больше, Чем от чистого золота. Ведь мудрость дороже жемчугов, Не сравнится с ней никакая прихоть. В правой руке у нее долголетие, В левой — богатство и слава. Все пути ее — пути радости. Все стези ее — благоденствие. Древо жизни она для всех, Кто ею владеет, И благо дарует тем, Кто за нее держится. Премудростью Господь основал землю, Небеса утвердил разумом, Мыслью его разверзлись бездны, И облака источают на землю росу. Сын мой, да будет это всегда перед очами твоими, Храни здравомыслие и рассудительность. Они будут средоточием твоей жизни, Украшением на груди. По дороге своей пойдешь без опаски, И не споткнешься. Ложиться спать будешь без боязни, Ляжешь, и сон будет в радость тебе. Не будешь бояться ни внезапной беды, Ни погибели, что грозит нечестивцам, Ибо Господь будет твоей надеждой, И не даст тебе ступить в западню. Не отказывай в благодеянии страждущему, Если в силах оказать его. Не говори ближнему, Ступай, приди потом, Помогу тебе завтра, Если у тебя есть что дать. Не замышляй зла против ближнего, Против соседа, который тебе доверяет. Не ссорься понапрасну с тем, Кто не причинил тебе зла. Не завидуй злодею. На путь его не вступай, Ибо коварный человек отвратителен Господу, Но к праведным он благоволит. На доме нечестивца проклятие Господа, А жилище праведников он благословляет. Над насмешниками посмеется Господь, А к смиренным он милостив. Мудрые наследуют славу, А глупых ожидает бесчестия. Глава четвертая Слушайте, дети, отеческое наставление, Внимайте, чтобы разум обрести, Ибо я даю вам добрые советы, По учениям моим не пренебрегайте. Был и я сыном у своего отца, Любимцем дорогим у моей матушки. Отец, поучая меня, так говорил, Сохрани слова мои в сердце, Береги мои заповеди, И будешь жив. Приобретай мудрость, Разумение приобретай, Слов моих не забывай, Не отступай от них. Не отвергай мудрости, И она будет оберегать тебя. Люби ее, И она защитит тебя. Мудрость приобретай, Вот где ее начало. Но превыше всего Стремись обрести разумение. Лилей мудрость, И она тебя возвысит, Прославит тебя, Если заключишь ее в объятия. Прекрасным венком Голову твою увенчает, Одарит тебя венцом великолепным. Сын мой, Выслушай и прими то, Что я скажу, И это даст тебе долголетие. Пути мудрости я учу тебя, Напрямую дорогу тебя направляю. Ты пойдешь по ней, И будет легок твой шаг, Побежишь и не споткнешься. Крепко держись моих наставлений, Не расставайся с ними, Береги их, Ибо в них твоя жизнь. На стезю нечестивцев не ступай, По пути злодеев не следуй, Сторонись его, Не приближайся к нему, Прочь иди от него, Пройди мимо. Ведь не могут они уснуть, Если не совершат зла, Не сомкнут глаз, Если кого не погубят. Поедают они злодейства, Как хлеб, И насилием упиваются, Как вином. Путь праведных, Словно свет зари, Что сияет все ярче И светлее к полудню. Путь нечестивых, Окутан глубокой мглой, Не знают они, Где споткнуться. Сын мой, К словам моим Будь внимателен, К речам моим Слух преклони. Пусть не ускользнут Они от взора твоего, Сохрани их в сердце своем. Ведь они — Жизнь для того, Кто их обретет, Исцеление для всего тела. Пуще всякого богатства Оберегай сердце свое, Ибо в нем Источники жизни. Отворачивайся от уст С речью лживой, Удаляйся от языка нечестного. Пусть глаза твои Смотрят прямо, Взор твой вперед Пусть будет обращен. Тропу прокладывай прямую, И все пути твои Будут надежны. Не уклоняйся Ни вправо, ни влево, И ноги удержи от зла. Глава пятая Сын мой, Прислушайся к мудрости моей, К здравомыслию моему Преклони слух, Чтобы ты не утратил Рассудительности, Чтобы уста твои Хранили знания, Ибо мед Сочится С уст Чужой жены, Речи ее Льются Словно масло. Но горше полы Не станет она Острее меча Обоюдоострого. Ноги ее Вниз ведут В царство смерти. С каждым шагом Она все ближе К Шиолу. Не задумывается Она о стезе жизни. Пути ее блуждают, И она Не ведает о том. Так послушайте меня, Юноше, От слов Из уст Моих Не отступайте. Обходи ее Стороной, Не приближайся К дверям Дома ее, Чтобы честь Свою Не отдать Чужим, Годы жизни Своей Человеку Жестокому, Чтобы чужие Силой твоей Не насытились, Чтобы дом Чужой Твоим Трудом Не обогатился, Чтобы ты Горько Не сетовал В старости, Когда плоть Твоя И тело Будут Изнурены, Чтобы не говорил, Ах, Зачем Я возненавидел Наставление, Зачем Сердцем Отвергал Обличение, Учителям Своим Я не повиновался, К наставникам Не прислушивался, А теперь Я на краю Гибели, На глазах У всего Народа, Воду Пей Из своего Колодца, Жажду Утоляй Свежей Водой Из своего Источника, Пусть Не разливаются Родники Твои По улицам, Ручьи Твои По площадям, Пусть Тебе Одному Они Принадлежат Они Чужим Что с Тобою Рядом Да Будет Родник Твой Благословен И пусть Радует Тебя Жена Юности Твоей Лань Любимая Серна Нежная Пусть Ее Груди Всегда Утоляют Жажду Твою И Любовь К ней Непрестанно Кружит Тебе Голову И Зачем Тебе Сын Мой Опьяняться Чужою Обнимать Замужнюю Грудь Ее Лаская Ведь Все Пути Человека Пред Очами Господнями Все Стези Его Видит Он Попадет Нечестивец В сеть Своих Преступлений В ловушке Греха Своего Окажется Погибнет Он Лишенный Назидания От избытка Глупости Пропадет Глава Шестая Сын Мой Если Ты За соседа Поручился Долг Чужого Человека Взял На Себя То Попался Ты На Собственном Слове Из-за Собственного Слова Угодил В ловушку Вот что Делай Сын Мой Чтобы Вырваться Ибо Теперь Ты В чужой Власти Ступай Проси Униженно Умоляй Соседа Не давая Ему Покоя Сон Гони От глаз Смежиться Веком Не давай Вырывайся Словно Лань От схватившего Ее Охотника Словно Птица От Поймавшего Ее Птицелова К Муравью Сходи Ленивый Сын Посмотри Как он Живет И наберись Мудрости Нет у него Ни вождя Ни начальника Ни правителя Но С лета Он копит Запасы Во время Жатвы Собирает Себе Пищу Долго Ли ты Ленивый Сын Будешь Лежать На боку Когда От сна Своего Очнешься Еще Немного Поспишь Немного Подремлешь Немного Полежишь Сложа Руки И Как Бродяга Придет К тебе Бедность Ворвется Нищета Как Разбойник Развратник И нечестивец Во лжи Живет Подмигивает Он И притоптывает И пальцами Щелкает Подавая Знаки А в сердце У него Коварство В любое Время Он зло Замышляет И сеет Раздоры Потому Придет К нему Погибель Внезапно В один Миг Он будет Сокрушен И не Будет Ему Исцеление Вот Шесть Ненавистных Господу Вещей И даже Семь Отвратительных Ему Взгляд Надменный Язык Лживый Руки Проливающие Кровь Невинных Сердце Вынашивающие Злые Замыслы И ноги Что спешат К злодейству Лжесвидетель Извергающий Ложь И тот Кто Сеет Раздор Среди Братьев Сын Мой Заповеди Отца Своего Сохрани Не Отвергай Того Чему Учила Тебя Матушка Навсегда На сердце Повяжи Повяжи Заповеди Обвяжи Их Вокруг Шеи В путь Отправишься Они Поведут Тебя Спать Ляжешь Будут Тебя Оберегать Пробудишься Станут С тобой Беседовать Ибо Заповедь Светильник Учение Свет И Строгое Обличение Путь Жизни Чтобы От Недоброй Женщины Уберечь Тебя От Языка Льстивого Чужой Жены В Сердце Своем Не Желай Красоты Ее Не Дай Ей Пленить Тебя Ресницами Ведь Из-за Женщины Продажной Ты Лишь Куска Хлеба Лишишься А Чужая Жена За Бесценной Жизнью Твоей Охотится Разве Сможешь Спрятать Огонь За Пазуху И Не Прожечь Одежды Разве Сможешь Пройти По Тлеющим Углем И Не Обжечь Ног Так Будет И С тем Кто Блудит С Женой Соседа Никто Прикоснувшийся К ней Не Останется Безнаказанным Не Гневаются Сильно На Вора Если Он Украл Чтобы Голод Свой Утолить Но Когда Поймают Его Заплатят Всемиро И Все Нажитое Отдать Придется Кто Прелюбодействует С чужой Женой Лишился Разума Поступающий Так Губит Себя Самого Изведает Позор Мордопобои И Бесчестия Своего Не Смоет Ибо Ревность Воспламеняет Ярость Мужа Не Пощадит Он В день Мести Никакого Выкупа Не Примет Ни На Что Не Согласится Сколько Бы Ты Не Сулил Подарков Глава Седьмая Сын Мой Сохрани Слова Мои Сбереги В душе Своей Мои Заповеди Храни Заповеди Мои И будешь Жив Учение Мое Храни Как Зеницу Ока Повяжи Их На Пальцы На Скрижалях Сердце Запиши Мудрости Скажи Ты Сестра Моя Здравомыслие Родным Братам Назови Чтобы Они Оградили Тебя От Чужой Жены От Замужней С Ее Обольстительной Речью Смотрел Я Однажды Из Окна Дома Моего Сквозь Решетку Оконную И Увидел Среди Неискушенных Заметил Среди Молодых Юношу Безрассудного Переходил Он Улицу Близ Ее Угла Путь Держал К ее Дому Вечером В сумерки Когда Ночная Тьма Опускалась И И Вот Навстречу Ему Шла Женщина В Одеждах Блудницы С Коварным Сердцем Криклива Она И Необуздана И Дома Ей Не Сидится То На Улице Она То На Площади Возле Каждого Угла Добычу Караулит Ухватилась Она За него Поцеловала И С Бестыдным Лицом Говорит Ему Возносила Я Сегодня Жертву Благодарственную И Сполнила Обеты Мои Потому К тебе Навстречу И Вышла Чтобы Отыскать Тебя И Нашла Покрывалами Застелила Я Ложа Пестрыми Египетскими Тканями Надушила Постель Мою Мирой Алоэ И Корицей Пойдем До утра Будем Упиваться Любовью Насладимся Ласками Мужа Моего Нет Дома В дальний Путь Он Отправился Взял С собой Кошелек Серебром Лишь К полнолунию Он Вернется В дом Увлекла Она Его Речью Ласковой Нежными Устами Прельстила И Пошел Он За нею Тут же Словно Вол Что Идет На бойню Словно Олень Что Бежит В ловушку Словно Птица Что В селки Бросается И не знает Он Что заплатит Жизнью Пока Стрела Не поразит Его Печень Так Послушайте Меня Дети Словам Из уст Моих Внимайте Пусть Сердца Ваши Не Соблазняться Ее Путями По стезям Ее Не блуждайте Ведь Многих Она Погубила Немало Людей Сильных Сразила Она Дом Ее Путь В шеол Вниз Он Ведет В чертоге Смерти Глава Восьмая Не Премудрость Ли Взывает К вам Не Здравомыслие Ли Голос Громкий Звучит С вершин Холмов У Дорог И На Перепутях Стоит Премудрость Под Ле Ворот У Входа В Город Восклицает Она К вам О Люди Я Взываю К Роду Человеческому Мой Призыв О Несмышленые Научитесь Жопроницательности И Вы Люди Глупые Пониманию Внимайте Мне О Самом Главном Я Буду Говорить На Устах Моих Правда Язык Мой Истину Изрекает Устам Моим Ненавистно Неправда Все Речи Мои Праведны Нет В них Ни Кривды Ни Лукавства Понятны Они Человеку Разумному Тому Кто Ищет Знания Ясны Наставление Мое Серебру Предпочтите А знания Золоту Отборному Ибо Мудрость Лучше Жемчугов Не сравнится С ней Никакая Прихоть Я Премудрость С проницательностью Неразлучна Обладаю Прозорливостью И знанием Благоговение Пред Господом В непримиримости К злу Спесь И гордыню Лживый язык И злые поступки Я ненавижу У меня Совет У меня И удача Со мной Здравомыслие И сила Цари Мною Царствуют И правители Слагают Законы Справедливые Владыки Мною Правят Вожди И все Кто Правый Суд Вершит Кто Возлюбил Меня Того И я Люблю И кто Взыскует Меня Меня Обретет Со Мною Слава И Богатство Праведность И Долгое Благоденствие Плод Мой Прекрасней Золота Золота Самого Чистого И Дохода От Меня Гораздо Больше Чем От Серебра Отборного По Пути Праведности Я Иду По Стезям Справедливости Чтобы Одарить Благом Любящих Меня И Сокровищницы Их Наполнить Господь Обладал Мною В начале Пути Своего Прежде Деяний Своих Искани Я Существую Вечно Изначально Прежде Чем Земля Обрела Своё Бытие Я Родилась Когда Не Было Еще Первоначальные Бездны И Источников Ее Исторгающих Воду Прежде Чем Были Воздвигнуты Горы Прежде Холмов Я Возникла Тогда Еще Не Создал Он Ни Земли Ни Полей Ни Первых Пылинок Вселенной Когда Он Утверждал Небеса Я Была Там Когда Он Чертил Круг По Поверхности Бездны Когда Выдружал Облака Сверху Укращал Источники Бездны Указывал Морю Предел Его Которые Воды Его Переступить Не Могут Когда Закладывал Основание Земли Я Была При Нем Искусной Художницей Ликованием Его Была Ежедневным Перед Ним Я Радовалась Непрестанно Радовалась Я Всему Его Обитаемому Миру Ликовала О Всем Роде Людском И Теперь Дети Послушайте Меня Благо Тем Кто Держится Моего Пути Внимайте Наставленью И Вы Будете Мудры Не Пренебрегайте Им Благо Тому Кто Меня Слушает Кто У Дверей Моих Все Дни Проводят Стоит На Страже У Порога Моего Кто Обрел Меня Обрел Жизнь И Снискал Благосклонность Господа А Кто Против Меня Грешит Себе Самому Вредит Все Ненавидящие Меня Смерть Возлюбили Глава Глава Девятая Построила Себе Премудрость Дом Вытесала Семь Столбов Его Заколола Животных Приправила Вино Приготовила Трапезу И Служанок Своих Отправила Звать И Сама Звала С Городских Высот Кто Неопытен Идите Сюда И Кто Неразумен Тому Скажу Приходите Хлеб Мой Ешьте Пейте Вино Мною Приправленное Оставьте Свою Наивность И Будете Живы Ступайте По Пути Разума Станешь Наставлять Человека Бесстыдного Наживешь Оскорбления Обличишь Нечестивца Сам Пострадаешь Не Обличай Человека Бесстыдного Иначе Он Тебя Возненавидит Обличай Мудрого И Он Возлюбит Тебя Дай Наставление Мудрому Он Станет Еще Мудрее Учи Праведного Он Преумножит Знания Начало Мудрости Благоговения Пред Господом Познание Святого Разумения Со Мною Умножатся Дни Твои Продлятся Годы Жизни Твоей Если Мудр Ты Мудрость Твоя Тебе Живо Благо Если Ты Ко Твоя Ко Мудрое Ко Мудрое вода слаще, хлеб, съеденный тайком, вкуснее. И не знает прохожий, что там мертвецы. Кто на зов ее откликнулся, в глубинах Шеола оказался. Глава десятая Притчи Соломона Мудрый сын радует отца, а глупый — горе для матери. Обманом нажитое состояние не поможет, а праведность избавит от смерти. Не оставит Господь праведника голодным, но алчные замыслы нечестивцев разрушит. Праздные руки на бедность обрекают, усердные руки богатство принесут. Разумный сын в страду хлеб убирает, а тот, который спит в жатву, позорит отца. Благословения венчают голову праведника, а уста нечестивцев таят насилие. Память о праведнике вовеки благословенна, а имя нечестивца в прах обратится. Сердце мудрое повинуется заповедям, а уста глупца навлекают несчастья. Кто непорочно живет, тому бояться нечего, а кто петляет, изоблечен будет. Кто лукаво подмигивает, причиняет боль, и уста глупца навлекают несчастья. Уста праведного — живительный родник, а уста нечестивцев таят насилие. Ненависть раздувает раздоры, но любовь покрывает все грехи. На устах разумного пребывает мудрость, а спина глупца для палки. Мудрец бережет знания, а речи глупого — неминуемая гибель. Богатство для богача, что город укрепленный, а нищета для бедного — погибель. Все старания праведника — к созиданию жизни, а у нечестивца вся прибыль для греха. Кто внимает наставлением, указывает путь жизни. Кто сам отвергает обличение, тот и других совращает. При многословии не избежать греха. Кто сдержан в речах, поступает благоразумно. Слово в устах праведника — отборное серебро, но грош цена уму нечестивых. Уста праведника пестуют многих, глупые же гибнут от собственного безрассудства. Благословение Господне дарует богатство, и не приумножить его усердием. Глупец услаждает себя гнусными замыслами, а разумный человек — мудростью. Что страшит нечестивца, то его и постигнет, а желание праведных исполнится. Налетит буря, и нет нечестивца, а праведник устоит вовек. Что уксус для зубов, что дым в глаза, таков лентяй для тех, кто дает ему поручение. Благоговение пред Господом дарует долголетие, а годы нечестивцев сочтены. Чаяние праведников радует сердце, а надежда нечестивцев погибнет. Путь Господень — надежное прибежище для непорочного, а для злодеев — погибель. Праведник вовеки непоколебим будет, а нечестивых не будет на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык гнусный вырван будет. Уста праведника ведают то, что благо, а речь нечестивцев порочна. Глава одиннадцатая Обманные весы — мерзость для Господа, а точные гири — угодно Ему. Вслед за гордыней позор приходит, а смирению сопутствует мудрость. Непорочность указывает путь честным, а вероломных погубит их коварство. В день гнева богатство не поможет, а праведность избавит от смерти. Праведность по ровной дороге поведет непорочного, а нечестивец падет из-за своего нечестия. Честных спасет их праведность, а вероломные угодят в ловушку собственной похоти. Со смертью нечестивца умирает и надежда его, и чаянья злодеев погибнут. Праведник спасен будет от беды, вместо него попадет в нее нечестивец. Уста лицемера губят ближнего, но праведники знанием спасутся. Когда процветает праведник, город радуется. Когда нечестивец сгинул, ликует. Благословениями праведных воздвигается город. Устами нечестивцев он разрушается. Кто выказывает презрение к ближнему, лишен здравого смысла, а человек разумный хранит молчание. Разносят сплетни, всякие разглашающие тайны, а достойный доверия не скажет лишнего. Народ, лишенный мудрого руководства, гибнет. Ищущие совета у многих людей, одержат победу. Кто за чужого человека поручился, обрек себя на беду. Кто ненавидит обязательства за долг другого, живет в безопасности. Добрая женщина стяжает славу, сильные мужи стяжают богатство. Милосердный человек, милостив к себе. Жестокий, обрекает тело свое на муки. Плата нечестивцу призрачна, но сеющему праведность истинное воздаяние. Не отступающий от праведности обретет жизнь, а кто стремится к злу, к собственной смерти спешит. Коварное сердце отвратительно Господу, но те, чей путь не порочен, радуют его. Не сомневайся, злодея безнаказанным не останется, а род праведных будет спасен. Женщина красивая, но безрассудная, что золотое кольцо в свином рыле. Праведники желают лишь добра, а надежды нечестивцев обернутся гневом Господнем. Иной раздает щедро и становится богаче, а другой скуп сверх меры, да только беднеет. Щедрая душа не узнает голода, и того, кто другому дал напиться, от жажды избавят. Проклянут люди того, кто припрятал зерно, а голову продающего хлеб венчает благословение. Кто добра ищет, найдет благоволение Господне. Кто стремится к злу, к тому оно и придет. Кто на богатство свое полагается, тот падет. А праведники полны сил будут, словно свежие листва. Кто свой дом разоряет, тому ветер достанется в удел. И глупец будет слугой мудрецу. Плод праведности — древо жизни, и мудрый привлекает к себе людей. Если праведнику уже на земле воздается, то тем более нечестивцу и грешнику. Глава двенадцатая Кто ценит знания, ценит строгость, а кто ненавидит обличение — глуп. Добрый найдет благоволение у Господа, а коварного человека он осудит. Никто не утвердится злом в этом мире, а корень праведника не поколеблется. Достойная жена — венец для мужа своего, опозорящий его, что гниль в костях. Помыслы праведников о справедливости, а устремления нечестивцев коварны. Слова нечестивцев — смертельная западня, а уста честных спасут их. Настигнет беда нечестивого и не станет его, а дом праведника устоит. Какова мудрость, таково и признание, а порочный ум презрен будет. Лучше быть в пренебрежении, но иметь прислугу, чем воображать себя великим, не имея ни куска хлеба. Праведник и скотину свою понимает, а нечестивцы даже в милости жестоки. Кто обрабатывает свою землю, будет есть досыта, а тот, кто за пустыми мечтами гонится, скудаумен. Нечестивец жаждет наживы неправедной, а корень праведников плод принесет. Злодея его же преступные слова в ловушку загонят, а праведник избежит беды. Добрым плодом своих речей насытится человек и воздастся ему добром по делам его. Уверен глупец, что путь его прям, а мудрый прислушивается к советам. Глупец быстро выказывает свой гнев, а разумный не отзывается на оскорбление. Свидетель честный говорит правду, а лже-свидетель плетет к козни. Иной ранит резким словом, как мечом, а слова мудрых исцеляют. Уста правдивые вовек прибудут, а лживый язык ненадолго, лишь на миг. У тех, кто замышляет зло, в сердце коварство, а у миротворцев — радость. Не случится с праведником никакой беды, а жизнь нечестивцев полна зла. Мерзость для Господа устал живые, а творящие правду ему угодны. Разумный человек скрывает свои знания, а сердце безрассудного вопиет о его глупости. Усердная рука будет править, а праздной руке — труд подневольный. Тревога на сердце гнетет человека, а доброе слово радует. Праведник укажет ближнему дорогу, но тот, кто идет путем нечестивых, заблудится. Глава тринадцатая Мудрый сын помнит отеческое наставление, а бесстыдный не принимает обличений. От плода уст своих человек вкусит добро, а душа вероломных лишь жаждет насилия. Кто сдержан в речах, жизнь свою сбережет, а кто рта не закрывает, погубит себя. Гложет праздного голод, да удалить его нечем, а усердный будет есть досыта. Лживое слово ненавистно праведнику, а нечестивец себя запятнает и опозорит. Праведность ограждает тех, чей путь непорочен, а грешника погубит его нечестие. Иной, ничего не имея, выдает себя за богатого, другой же при большом состоянии прибедняется. Бывает, что богатством своим человек выкупает себе жизнь, а бедный и угрозы не услышит. Радостен свет у праведных, а светильник нечестивых погаснет. Легковесный человек разжигает ссоры, но среди тех, кто ищет совета, — мудрость. Богатство случайное рассеется, а собранное многими трудами приумножится. Отдаленная надежда сердце томит, но исполнение желаний — древу жизни подобно. Презрение к слову губит человека, а кто почитает заповедь, получит награду. Учение мудреца — живительный родник, уберегающий от гибельной западни. Благоразумие завоевывает расположение людей, а путь коварных ведет к погибели. Всякий разумный человек действует сознанием дела, а глупец и не скрывает своего невежества. Лживый посыльный в беду попадет, а надежный вестник несет исцеление. Отвергающий наставление обрекает себя на нищету и позор, а кто принимает обличение, будет почитаем. Исполнение желаний приносит радость, но невыносимо глупцу сторонится зла. Вместе с мудрым пойдешь, сам мудрее станешь. С глупцами свяжешься, будешь страдать. Грешников зло преследует, а праведникам воздастся добром. Добрый оставит наследство и внукам, а богатство грешника достанется праведнику. И на поле бедняка бывает богатый урожай, но от беззакония пропадает. Кто скуп на розги, тот сына своего ненавидит, а кто любит, старается вразумить его. Праведник ест, пока не наестся, а чрево нечестивцев не насыщается. Глава четырнадцатая Женщина мудрая созидает свой дом, а глупая своими руками разрушает. Кто благоговеет пред Господом, идет по прямой дороге, а кто презирает его, у того путь извилист. Болтовня глупца обернется розгой для его спины, а мудрых оберегают их собственные уста. Если нет валов, то и стойла чистые, Но обилен урожай при могучих быках. Правдивый свидетель не обманет, А лже-свидетель извергает ложь. Бесстыдный ищет мудрости, да бестолку, А разумному легко дается знание. От глупца держись подальше, Не услышишь от него слов разумных. Мудрость умных людей — знать свой путь, А неразумие глупцов обольщает их. Глупцы потешаются над раскаяньем, Но честные обретают благоволение Господне. Лишь сердце знает твои печали, Да и радости своей не разделишь с другими. Дом нечестивых разрушен будет, А жилище честных будет процветать. Видится человеку путь его прямым, А в конце окажется он дорогой к смерти. И во время веселья бывает сердце печально, И за радостью горе следует. Сполна получит порочный за свои поступки, А добрый человек — за свои труды. Наивный всему верит, А умный обдумывает каждый шаг. Мудрые опасаются зла и его сторонятся. А глупый самонадеян и вмешивается, Не разобравшись. Вспыльчивый наделает глупостей, Но расчетливый злодей более ненавистен. Удел наивных — глупость, А умные будут увенчаны знанием. Склонятся злые перед добрыми, И нечестивцы пред вратами праведника. Даже близким своим ненавистен бедняк, А богача многие любят. Кто презирает ближнего, Совершает грех, Но благо тому, Кто милосерден к бедным. Не собьются ли с пути те, Кто зло замышляет? А тем, кто замышляет добрая, Любовь неизменная сопутствует, И верность. Всякий упорный труд принесет прибыль, А празднословие — лишь нужду. Венец мудрых — их богатство, А неразумие глупцов приумножает глупость. Правдивый свидетель спасает жизни, А извергающий ложь предаст. Благоговение пред Господом — Живительный родник, Уберегающий от гибельной западни. Неисчислим народ царю хвала, Без подданных правителю гибель. Кто негневлив, весьма благоразумен, А вспыльчивый только глупость свою выказывает. Если сердце безмятежно, То и тело полно жизни, А зависть, что гниль в костях. Кто бедного угнетает, Тот творца его хулит. Кто почитает Господа, Милосерден к обездоленному. Сгинет нечестивец в собственном зле, А у праведника и при смерти есть защита. В сердце разумном обитает мудрость, Но и глупца о ней известна. Праведность возвеличивает народ, А грех обрекает людей на позор. К разумному рабу царь благоволит, А тот, кто позорит его, Царский гнев вызывает. Глава пятнадцатая Кроткий ответ отвращает гнев, А резкое слово вызывает ярость. Язык мудрого преображает знания, А уста глупцов извергают вздор. Пред очами Господа Все сущее Видит он и добрых, и злых. Утешительное слово Древо жизни, А коварный язык Сокрушает дух. Кто пренебрегает Наставлениями отца своего, Глуп, Внимающий же обличением, Благоразумен. В доме честного Великое богатство, А нечестивцу От всякого достатка Только ущерб. Уста мудрых Сеют знания, А сердце глупых Бесплодно. Жертва нечестивцев Отвратительна Господу, А молитвы честных Ему угодны. Мерзок для Господа Путь нечестивца, А тех, кто стремится К праведности, Он любит. Уклоняющегося с пути Постигнет суровое наказание, И кто ненавидит обличение, Погибнет. Если Шиол и Авадон Не сокрыты от Господа, Тем более Сердца человеческие. Бесстыдный человек Не любит обличений, К мудрым он не пойдет. Радостью сердце Лицо сияет, А скорбное сердце Сокрушает дух. Сердце разумное Ищет знания, А уста глупцов Вздором кормится. У несчастного Все дни Горя полны, А для радостного сердца Всякий день Праздник. Лучше скромный достаток Да боязнь Господа Огорчить, Чем при большом состоянии Не знать покоя. Лучше обед Из овощей Да с любовью, Чем откормленный Телец Да с ненавистью. Вспыльчивый человек Сеет вражду, А негневливый Погасит ссору. Тропа ленивого Сорняками И колючками Поросла, А путь праведных Торная дорога. Мудрый сын Радует отца, А глупый И мать свою Презирает. Глупость Забавляет Человека Недалекого, А здравомыслящий Идет по пути Прямому. Без разумного Совета Не осуществится Задуманное, А кто ищет Совета У многих, У того Будет успех. В радость Человеку Удачный ответ, И уместное Слово Всегда Кстати. Путь Мудрого Человека Вверх Устремлен, Дабы Избегнуть Глубин Шиола. Дом Гордеца Господь Разрушит, А межу Вдовы Защитит. Мерзость Для Господа Замыслы Злодеев, А добрые Слова Чисты И Искренни. Алчный До Наживы Погубит Свой Дом, А кому Ненавистны Взятки, Будет Жить. Сердце Праведника Обдумывает Ответ, А уста Нечестивцев Извергают Зло. Удаляется Господь От Нечестивцев, А молитвы Праведников Он Слышит. Сияющий Взгляд Радует Сердце, Добрая Весть Укрепляет Тело. Кто Внимает Живительному Обличению, Тот Окажется Среди Мудрецов. Кто Не Слушает Обличений, Пренебрегает Собственной Жизнью, Кто Внимает Наставлением, Обретет Разум. Благоговение Пред Господом Вот Чему Учит Мудрость, А смирение Предшествует Славе. Глава Шестнадцатая Слагает Человек Мысли В Своей Душе, Но Речь Из уст Его От Господа. Все Пути Человека Безупречны В Его Глазах, Но Господь Испытует Души. Все Дела Свои Господу Доверь, И Задуманное Тобой Свершится. Все Сотворил Господь С Определенной Целью, И Даже Не Честивца, Для Дня Бедствия. Мерзость Для Господа Человек Высокомерный, Не Сомневайся, Безнаказанным Он Не Останется. Любовью Неизменной И Верностью Искупается Грех. Благодарение Пред Господом Отведет От Зла. Если Угодны Господу Поступки Человека, То Даже Врагов Его Он С Ним Примирит. Лучше Скромный Достаток Да В Праведности, Чем Прибыль Большая Да Бесправедливости. Человек Сам Решает, По Какой Дороге Идти, Но Господь Придает Твердость Его Поступе. В Слове Царя Божья Воля. В Приговоре Своем Он Не Ошибется. Верные Весы И Подлинная Мера От Господа. И Точные Гири В Суме Им Задуманы. Мерзость Для Царей Творить Зло. Престол Ведь Справедливостью Держится. Угодны Царю Честные Уста. Любит Он Тех, Кто Говорит Правду. Гнев Царя Предвещает Смерть, Но Мудрый Человек Отвратит Гнев. В Светлом Взоре Царя Жизнь, Благоволение Его, Что Весенний Дождь. Приобретать Мудрость Лучше Золота И Обрести Разумение Предпочтительней Серебра. Дорога Честных Отведет От Зла. Сбережет Она Жизнь Всякому, Кто С пути Своего Не Свернет. За Гордыней Вслед Идет Погибель. За Высокомерным Духом Падение. Лучше Со Смиренным Духом Жить Среди Бедных, Чем С Надменными Делить Добычу. Кто Вникает В Дело Обретет Благополучие, А кто На Господа Уповает, Благо Тому. Сердцем Мудрый Прослывет Разумным, А ласковая Речь Всякого Убедит. Благоразумие Живительный Родник Для Тех, Кто Им Обладает, А глупость Глупцам Наука. У Кого В Сердце Мудрость, У того И Речь Умна, И Слова Его Убедительны. Доброе Слово, Что Сотовый Мед, Душу Оно Усладит, И Тело Исцелит. Видится Человеку Путь Его Прямым, А в Конце Окажется Он Дорогой К Смерти. Пустой Желудок Заставляет Работника Трудиться, Род Голодный Его Подгоняет. Нечестивец Замышляет Зло, И На Устах Его Словно Огонь Испепеляющий. Коварный Человек Сеет Раздоры И Сплетник Разлучает Друзей. Злодей Обольщает Ближнего, Увлекает Его На Путь Недобрый. Вот Он Щурится, Значит, Коварство На Уме, Губы Закусывает, Зло У Него Наготове. Седина Венец Славы Обретается Она На Праведном Пути. Выдержка Лучше Силы, Кто Собой Владеет, Сильнее Покорителя Городов. Бросают Жеребий В Полы Одежд, Но Что Выпадет, Господь Решает. Глава Семнадцатая Лучше Черствая Краюшка Хлеба Доспокоем, Чем Дом, В котором Вдоволь Мяса И При Этом Ссоры. Разумный Слуга Будет Повелевать Беспутным Хозяйским Сыном И Словно Брат Его С Ним Наследство Разделит. Серебру Тигель И Горн Для Золота, А Сердцу Человека От Господа Испытание. Злодей Прислушивается К Коварным Речам И Лжец Пагубным Словам Внимает. Кто Над Бедным Глумится, Тот Творца Его Хулит. Кто Рад Чужому Горю, Сам Безнаказанным Не Останется. Внуки Лучшее Украшение В старости. Слава Детей И Родителей Слава. Нет Проку Неразумному От Многословия, Тем Паче Благородному От Лжи. Всякий, Дающий Взятку, Считает Ее Неким Волшебным Камнем. На Что Не Взглянет, Во Всем Успех. Кто Желает Любви, Простит Обиду, А кто Ее Поминает, Потеряет Друга. Обличение Больнее Для Разумного, Чем Сто Ударов Для Глупца. Смутьян Лишь К Злу Стремиться, Но Против Него Будет Послан Жестокий Вестник. Лучше Столкнуться С Медведицей, Что Лишилась Своих Детенышей, Чем С Глупцом, С Его Глупостью. Кто За Добро Злом Воздаёт, В доме Того Зло И Поселится. Начало Ссоры, Как Прорыв Запруды, Уступи, Пока Вражда Не Разрослась. Оправдывающий Виновного И Осуждающий Правого Все Это Мерзость Для Господа. Не Помогут Глупцу Никакие Деньги. Не Купишь За Них Мудрости, Коли Разума Нет. Друг Любит Всегда, А Брат Рождён, Чтобы В Беде Прийти На Помощь. Безрассуден Тот, Кто Берёт На Себя Долг Другого, Ручается За Соседа. Кто Любит Беззаконие, Тот Раз Прелюбит, А Кто На Зависть Людям Высокие Ворота Строит, Навлекает На Себя Погибель. Человек С Коварным Сердцем Не Будет Счастлив, Тот, Чей Язык Лукав, Попадёт В Беду. Горе Тому, Кто Родил Неразумного, Отец Глупца Не Будет Знать Радости. Радость На Сердце Лучшее Лекарство, А Отчаяние Иссушает Тело. Берёт Нечестивец Взятку Из-под Полы, Чтобы Извратить Правосудие. Проницательный Видит Мудрость Прямо Перед Собой, А Глупец Ищет Ее На Краю Света. Глупый Сын Печаль Своего Отца И горе Той, Что Его Родила. Несправедливо Налагать Взыскание На Человека Правдивого И Благородного Бить За Честность. Осведомлённый Человек Сдержан В Слове И Здравомыслящий Проявляет Спокойствие. Даже Глупца, Который Молчит, Могут Принять За Мудреца. Тот, Кто Держит Язык За Зубами, Может Умным Показаться. Глава Восемнадцатая Незговорчивый Ищет Предлога Для Ссоры. Всё Разумное Он Воронит. Не Любит Глупец Здравомыслие. Ему Бы Только Выказать Себя. За Нечестивым Поступком Приходит Презренье. За Недостойным Позор. Слова Из уст Человека Глубокие Воды, Бурный Поток, Родник Мудрости. Несправедливо Несправедливо Потворствовать Злодею И отказывать Праведнику В правосудии. Язык Глупца Ввергает В ссоры. Уста Его Вздорные Накличут Побои. Вздорный Род Глупца Его Погибель. Собственный Язык Ловушка, Что Грозит Жизни Его. Слова Сплетника, Что Лакомый Кусочек, Глубоко До Нутра Они Проникают. Кто В работе Своей Не Родив, Тот Брат Разрушителю. Имя Господне Крепкая Башня, Укроется В ней Праведник И Будет Невредим. Богатство Для Богача, Что Город Укрепленный. Мнится Ему, Что Укрылся Он За Стеной Неприступный. За Превозношением Идет Погибель, А Смирение Предшествует Славе. Отвечать Собеседнику Недослушав Постыдно И Глупо. Сильный Духом Одолеет Болезнь, А Надломленный Дух Кто Может Исцелить? Сердце Здравомыслящего Стяжает Знания, Слух Мудрого Жаждет Знания. Дары Откроют Любые Двери И Даже К Вельможам Приведут. Выступивший Первым В суде Кажется Прав, Пока Другой Не начнет Его Допрашивать. Жеребий Прекращает Тяжбы И Даже Сильных Разводят В стороны. Оскорбленный Брат, Что Неприступный Город. Ссоры, Что Засов На Воротах. Плодами Уст Своих Насытится Человек, Урожаем Речей Своих На Естся. Смерть И Жизнь Во Власти Языка. Кто Любит Его, Плодов Его Вкусит. Кто Нашел Достойную Жену, Нашел Наилучшее В Жизни И Обрел Благоволение Господа. Бедняк Просит, Умоляя, А Богач Отвечает Грубо. Бывают Друзья, От которых Одни Беды, А бывает Друг, Что Любит Сильнее Брата. Глава Девятнадцатая Лучше Бедняк, Что Живет Непорочно, Чем Глупец С Языком Лживым. Скверно Дерзать Без Знаний, А Суетливые Ноги Оступятся. Собственная Глупость Сбивает Человека С пути, А он На Господа Негодует. Богатство Приманивает Многих Друзей, А Бедный Даже Близким Своим Покинут. Не Останется Безнаказанным Лжесвидетель, И Человек, Извергающий Ложь, Не Спасется. Перед Знатными Заискивают Многие, И Щедрому На Подарки Всякий Друг. Бедняк Даже Братьям Своим Ненавистен, А уж Друзья И Подавно Его Избегают. Торопится Он Слово Сказать, А Некому. Тот, Кто Приобретает Разум, Дорожит Своей Жизнью, И Кто Сохраняет Здравомыслие, Обретет Благополучие. Не Останется Безнаказанным Лжесвидетель, И Человек, Извергающий Ложь, Погибнет. Не Пристало Глупцу Жить В Роскоши, Тем Более Рабу Править Владыками. Разумный Не Спешит Гневаться И Хвала Тому, Кто Умеет Прощать Обиды. Гнев Царя Словно Львиный Рев. Милость Его Словно Роса Для Иссохшей Травы. Глупый Глупый Сын Бедствия Своего Отца Сварливая Жена Что Протекающая Крыша Дом Дом и Богатство Наследство От родителей А Разумная Жена Дар От Господа Лень Погружает В Беспробудный Сон И Неродивый Будет Голодать Кто Заповеди Хранит Сохранит И Жизнь Кому Ненавистно Слово Господне Тот Погибнет Кто Подает Милостыню Нищему Тот Господу Дает Взаймы Он И воздаст Ему За Добрые Дела Наказывай Сына Пока Еще Есть Надежда Не Будь Причастен К Его Смерти Пусть Своенравный Поплатится Если Ты Вызволишь Его Из Беды То Еще Не Раз Придется Это Делать Слушай Советы Внимай Наставлением И Постепенно Станешь Мудрым В сердце Человека Множество Замыслов Но Быть Тому Что Господь Предназначил Алчность Обрекает Человека На позор Лучше Быть Бедным Чем Лжецом Благоговение Пред Господом Дарует Жизнь Человеку Он Засыпает Сытым И Зло Его Не Коснется Запустит Лентяя Руку В чашку А Дарта Донести Еду Не В силах Побьешь Человека Бестыдного Простаки Образумится Обличишь Разумного Он Умнее Станет Кто Отца Своего Разорит И Мать Прогонит Тот Бессовестный И Бесчестный Сын Сын Мой Перестанешь Внимать Наставлению И Заблудишься Пропадешь Без слов Мудрости Свидетели Нечестивые Над Правосудием Глумятся А Уста Порочные Поглощают Одно Беззаконие Припасены Для Бестыдного Плети И Побои Для Спин Глупцов Глава Двадцатая Винок Без Стыдству Ведет Хмельной Напиток К Буйству Всякий Кто Ими Прельщен Мудрым Не Станет Царская Ярость Что Львиный Рык Кто Гневит Царя Грешит Против Собственной Жизни Честь Тому Кто Не Ввязывается В Ссоры А Всякий Глупец Готов Брониться Перед Посевной Лентяй Не Пашет И В Страду Нечего Ему Собирать Совет Сокрытый В Глубине Сердца Что Воды Глубокие Но Тот Кто Разумен Почерпнет Его Многие Заверяют Ближних В Своей Преданности Но Надежного Человека Кто Отыщет Праведник Живет Непорочно Потомком Его Будет Благо Когда Царь Судит Перед Взором Его Все Зло Рассеивается Кто Посмеет Сказать Помыслы Мои Непорочны Очистился Я От Греха Своего Две Разные Гири Да Две Разные Меры Это Мерзость Для Господа Даже Ребенок По делам Своим Познается Чисты Ли Честны Его Поступки Зрячее Око И Ухо Внимающее То И Другое Господь Сотворил Тот Кто Любит Поспать Нищем Станет Не Смыкай Глаз И Будешь Сыт Сетает Покупатель Плохой Товар А Лишь Отойдет Хвастает Покупкой Уста Тот Тот Его Камнями Наполнится Угаснет Его Свет 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 Богатство Что Быстро Досталось Вначале Благословенным Не Станет В конце Не Говори Я Вас Дам За Зло Уповай На Господа И Он Спасет Тебя Мерзость Для Господа Две Разные Гири И Обманные Весы Зло Господь Направляет Шаги Человека Да И Как Ему Понять Путь Свой Ловушка Для Человека Поспешно Поклясться И Лишь Потом Подумать Во Что Обед Обойдется Мудрый Царь Развеет Нечестивцев Как Мекину Молотильными Колесами Их Обмолотит Светильник Господень В Человеке Дух Его Освещает Он Все Глубины Его Естества Любовь Неизменная И Верность Охраняют Царя И Милостью Утверждается Его Престол Слава Юношей Их Сила Старцев Украшения Их Седины Рубцы И Синяки Очищают От Зла И Удары Проникают В Самые Глубины Естества Глава 21 Ручьям Подобно Сердце Царя В руке Господа Куда Пожелает Он Туда Его И Направит Все Пути Человека Прямы В Его Глазах Но Господь Испытует Сердца Поступки Справедливые И Праведные Желание Для Господа Чем Жертва Надменные Взгляды И Сердца Гордые Сеют Плевелы Греха На Ниве Нечестивцев Замыслы Человека Усердного Принесут Достаток А Тот Кто Все Наспех Делает Впадет В Нужду Богатство Добытое Лживым Языком Лишь Уносимый Ветром Пар Ловушка Смерти Сметет Нечестивцев Само Их Злодейство Потому Что Они Отказываются Поступать Справедливо Извилист Путь Человека Порочного А Кто Душою Чист Тот Поступает Честно Лучше На самом Краю Крыши Ютиться Чем Жить В просторном Доме Со Сварливой Женой Нечестивец Страстно Желает Зла И Ближнего Своего Не Пощадит Наказывают Бесстыдного Человека Простак Мудрее Становится Когда Жи Мудрого Вразумляют Он Обретает Знание Праведный Следит За домом Нечестивца На Беду Нечестивцев Обрекает Кто К Мольбам Бедняков Глух Сам Однажды Позовет На Помощь Да Никто Не Отзовется Тайный Дар Успокоит Гнев Взятка Из-под Полы Лютую Ярость Погасит Когда Торжествует Справедливость Праведник Радуется А Злодей Приходит В Смятение Кто С пути Разумного Сбился Лишь В кругу Мертвецов Обретет Покой Любишь Веселиться В нужду Попадешь Тому Кто Вино И Перы Любят Богатым Не Бывать Выкуп За Праведника Нечестивец За Честного Лжец Лучше В пустыне Жить Чем Вместе Со Сварливой И Злобной Женой Запасется Мудрый И Сокровищем Желанным И Оливковым Маслом А Глупец Все Проест Кто Стремится К Праведности И Неизменной Любви Обретет И Жизнь И Праведность И Славу Глупец Мудрый Человек Выступит Против Целого Города Воинов И Разрушит Твердыню На Которую Они Полагались Кто День Снедает Глупец 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 Человек Честный Думает Как Ему Поступить Бессильны Пред Господом И Мудрость И Разум И Совет Готовят Коня Ко Дню Битвы Но Победа От Господа Глава Двадцать Вторая Доброе Имя Дороже Любого Богатства Добрая Слава Дороже Серебра И Злата Пересекаются Пути Богача И Бедняка Каждого Господь Создал Разумный Завидев Беду Спешит Укрыться А Неискушенный Идет Прямиком За Что И Поплатиться Смирение И Благоговение Пред Господом Принесут И Богатство И Добрую Славу И Жизнь У Коварного На Пути Ловушки И Терни Но Кто Душу Свою Бережет Их Избежит Наставляй Юношу В начале Его Пути Тогда И В старости Он С Него Не Свернет Богач Бедняками Правят И Должник Раб Займодавца Сеющий Зло Пожнет Беду И Жезла Гнева Его Не Станет Благословен Человек С Добрым Сердцем Ибо Хлебом Своим С Бедняками Делится Прогони Прочь Бестыдного Человека И Утихнет Раздор Не Станет Брани И Ссор Кто Любит Чистоту Сердца У Кого На Устах Доброе Слово С Теми И Царь Дружин Слова Разумного Под Чутким Оком Господа А Слова Вероломного Он Отвергнет Говорит Лентяй Лев Заворотами На Улице Я Погибну Уста Чужой Жены Что Яма Глубокая На Кого Господь Разгневан Тот В Нее Попадет Если Глупость Завелась В Сердце Юноши На Ставление С Розгой Ее Прогонит Кто Бедного Угнетает Ради Достатка И Взятки Дает Богачу Обнищает Настрой Свой Слух Внимай Словам Мудрецов Обрати Свой Разум К Моему Знанию Как Отрадно Будет Тебе Хранить Слова Эти В Сердце Пусть Всегда Покоятся Они На Устах Твоих Тебя Тебя Сегодня Я Им Научу Чтобы Уповал Ты На Господа Для Тебя Написал Я Эти Тридцать Из Речений С Наставлениями И Советами Чтобы Научился Ты Правде И Словам Истины Чтобы Смог Ты Дать Ответ Тем Кто Поставлен Над Тобою Беден Бедняк Но Ты Не Угнетай Его И Нищего Не Обижай На Суде Ибо Сам Господь За Них В Тяжбе Вступится И У Тех Кто Обирал Их Отберет Жизнь Не Дружись С Гневливым Не Водись Со Вспыльчивым Иначе Пойдешь По Их Дороге Самому Себе Приготовишь Ловушку Не Будь Среди Тех Кто За Другого Ручается Берет На Себя Чужие Долги Если Нечем Тебе Будет Платить Даже Постель Вытащат Из-под Тебя Не Нарушай Древние Межи Которую Установили Предки Твои Видел Ты Человека Искусного В своем Деле Царям Он Будет Служить А Нечерне Притчи Соломоновы Глава 23 Если Садишься За Трапезу С Правителем Примечай Что Перед Тобою Нож Приставь К Собственному Горлу Чтобы Не Есть Сверх Меры Не Соблазняйся Его Изысканным Угощением Его Еда Обманчива Не Изнуряй Себя В погоне За Богатством Будь Разумен Обуздывай Себя Разгорелись Глаза На чужое Добро А его Уж Нет Вдруг Крылья Отрастила И Как Орел В небо Улетела Не Садись За Трапезу Соскаредным И Не Соблазняйся Его Изысканным Угощением Он Подобен Тому Кто Таится Но Всему Счет Ведет Скажет Тебе Ешь И Пей А Сердце Его К Тебе Не Лежит Проглоченный Кусок Извергнешь Да Похвалы Свои Даром Растратишь Не Разговаривай С Глупцом Ибо Мудрость Твоих Слов Он Презирает Не Нарушай Древние Межи На Поле Сироты Не Посягай Ведь Заступник Сих Малых Могуч Он Сам Вмешается В Их Тяжбу С Тобою Сердце Свое Обрати К Обличению Открой Свой Слух К Разумному Слову Не Лишай Юношу Наказания Не Умрет Коли Накажешь Розгой Накажешь Его Розгой И От Шиола Избавишь Его Сын Мой Если Сердце Твое Познало Мудрость То И Мое Сердце Радостью Полнится Я Буду Радоваться Всем Естеством Своим Когда Твои Уста Будут Говорить Правду Пусть Не Завидует Сердце Твое Грешникам Но Всякий День Живи В Благоговении Пред Господом Знай Что Есть У Тебя Будущее И Надежда Твоя Не Погибнет Слушай Сын Мой Познавай Мудрость Сердце Своё Направь На путь Верный Не Будь Среди Тех Кто Вином Упивается И Мясом Объедается Ибо Пьянство И Обжорство До Нищеты Доведут Сонливость Облачит В Лохмотье Слушай Отца Своего Он Дал Тебе Жизнь И Матушку Свою Не Презирай Когда Состарится Стремись Обрести Истину Но Не Торгуй Мудростью Наставлением И Разумом Ликовать Будет Отец Праведника И Родитель Мудрого Человека Будет Радоваться Смотря На Него Возрадуется Отец Твой И Матушка Твоя Возликует Родившая Тебя Сын Мой Отдай Мне Сердце Своё Не Своди Глаз С Моего Прямого Пути Знай Блудница Что Яма Глубокая Узкий Колодец Жена Чужая Притаилась Она В засаде Словно Преступник И Множит Изменников Среди Мужей У кого В доме Горя Ах Да Ох У кого Ссоры И Вой Синяки Без Причины Налитые Кровью Глаза У того Кто Засиживается За вином Кто Бродит В поисках Хмельного Не Смотри На Вино Как Оно Рдеет Как Искрится В чаше Как Оно Струится Как Змея Оно Ужалит Тебя Как Гадюка Укусит И Глаза Твоих Затуманятся И Мысли В сердце Твоем Извратятся Будешь Ты Как Спящий Посреди Море На верхушке Мачты Задремавший Будешь Только Твердить Бьют Меня А Мне Не Больно Колотят А Я Ничего Не Чувствую Вот Просплюсь И Опять Буду Искать Чего Бы Мне Выпить Глава 24 Не Завидуй Людям Злым Не Стремись Быть Среди Них В Сердцах Своих Замышляют Они Насилие Их Уста Разносят Беду Мудростью Созидается Дом Здравомыслием Утверждается И Знание Наполняет Покои Его Добром Драгоценным И Приятным Мудрый Человек Сильнее Воина Обладающий Знанием Могущественней Силача Ибо Выигрывают Битву При мудром Руководстве Когда Ищут Совета У многих Одержат Победу Недосягаема Мудрость Для Глупца Там Где Сходится Знать Ему Нечего Сказать У кого На уме Зло Того Будут Звать Коварным Помыслы Глупца Греховны Кощунник Ненавистен Людям Если В день Беды Ты Паник Как Же Ничтожна Твоя Сила Спаси Обреченных На Смерть Не Отворачивайся От Ведомых На Погибель Скажешь Этого Я Не Знал Но Разве Тот Кто Сердца Испытует Не Знает Всего Тот Кто Душу Твою Бережет Не Ведает Не Воздаст Ли Он Человеку По Делам Его Отведай Сын Мой Меда Ведь Он Приятен Сотового Меда Он Сладок На Вкус Знает Такова Для Тебя И Мудрость Отыщешь Ее Есть У Тебя Будущее И Надежда Твоя Не Погибнет Не Подкрадывайся Как Вор К Дому Праведника Не Опустошай Его Жилище Ибо Праведник Даже Если И Семь Раз Упадет Поднимется И Дальше Пойдет А Нечестивец Споткнется И Не Устоит В Беде Не Не Злорадствуй Когда Враг Твой Упадет Не Дай Сердцу Радоваться Когда Он Споткнется Не То Увидит Господь Эту Радость Твою Не Понравится Это Ему И На Врага Твоего Гневаться Перестанет Не Гневайся Из-за Злодеев Не Завидуй Нечестивым Ибо Нет У Злодеев Будущего И Светильник Нечестивых Погаснет Сын Мой Пред Господом И Царем Благоговей Чтобы Не Навлечь На Себя Их Гнева Беда Ведь Придет От Них Внезапно И Кто Знает Какое Возмездие Последует От Них Обоих Вот Еще Слова Мудрых Престрастный Суд Несправедлив И Кто Скажет Виновному Невиновен Проклянут Того Народы Возненавидят Его Племена Но Благо Тому Кто Виновного Осудит Будет Он Благословен И Счастлив Удачный Ответ Слаще Поцелуя Сначала Сделай То Что Должен Вне Дома Позаботься О Собственном Поле А Потом Заводи Себе Семью Не Становись Понапрасну Свидетелем Против Ближнего Своего Не Доводи Уста Свои Должи Не Говори Как Он Поступил Со Мной Так Я Поступлю С Ним Воздам Ему По Заслугам Шел Лишь Немного Полежишь Сложа Руки И Как Бродяга Придет К Тебе Бедность Ворвется Нищета Как Разбойник Глава Двадцать Пятая Вот Еще Притчи Соломона Записанные Слугами Языки Царя Иудеи За Премудрость Сокрытую Богу Слава За Справедливое Расследование Слава Царю Как Высота Небес И Глубины Земли Так И Сердце Царя Неследимо Очисти Серебро От Окалины И Выйдет Сосуд У Золотых Дел Мастера Удали Нечестивцев От Лица Царя И Престол Его Справедливостью Укрепиться Не Восхваляй Себя Перед Царем Средь Великих Не Стремись Занять Место Лучше Если Скажет Тебе Поднимись К нам Чем Унизит Тебя Перед Вельможей Каким Если И Увидел Ты Нечто Своими Глазами Что Задело Тебя Не Спеши Затевать Суд А Иначе Что Станешь Делать Если Сосед Твой Тебя Опозорит Даже Если Ты И Затеял Тяжбу С Соседом Чужих Секретов Не Выдавай Чтобы Не Обеславил Тебя Услышавший Это И Не Разнеслась О Тебе Худая Молва Слово Вовремя Сказанное Что Золотые Яблоки В Серебряной Оправе Золотая Серега Украшение Из Чистого Золота Мудрый Обличитель Для Чуткого Уха Что Прохлада От Снега Встраду Надежный Вестник Для Тех Кто Его Отправил Он Ободрит Душу Своего Господина Облака И Ветер А Дождя Все Нет Так И Тот Кто Подарки Попусту Наобещал Выдержку Выказывая Убедишь И Правителя Ласковая Речь И Кость Сокрушит Если Нашел Мед Ешь Его В Меру А Иначе Присытишься И Тебя Стошнит Не Ходи Часто В Дом Друга Своего Чтобы Не Надоел Ты Ему И Не Стал Ему Ненавистен Палится Меч И Острая Стрела Таков Лжесвидетель Против Ближнего Своего Что Сломанный Зуб Или Нога Хромая То Надежда На Вероломного В День Бедствия Как В стужу Одежды Лишиться Как Уксус Лить На Рану Так И Песни Петь Тому Че Сердце В Горе Если Твой Враг Голоден Накорми Его Хлебом Если Жаждет Дай Воды Напиться Так Поступая Горящие Угли Сыплешь Ты Ему На Голову И Господь Воздаст Тебе Северный Ветер Родит Дождь Язык Злоречивый Гнев На Лицах Лучше На Самом Краю Крыше Ютиться Чем Жить В Просторном Доме Со Сварливой Женой Как Вода Студеная Для Пересохшего Горла Так И Добрая Весть Из Дальней Страны Замутненный Родник Затоптанный Источник Таков Праведник Что Отступает Перед Нечестивцем Нехорошо Объедаться Медом Нехорошо Без Конца Домогаться Почестей Поверженный Город Без Стен Крепостных Таков Человек Не Владеющий Собой Глава Двадцать Шестая Как Снег Среди Лета Как Вжат Ву Дождь Так И Почет Глупцу Не Подобает Как Воробей Пролетит Как Ласточка Промелькнет Так И Проклятие Беспричинное Не Сбудется Плеть Для Коня Узда Для Сла А Палка Для Спины Глупцов Не Отвечай Невежде По Глупости Его А то Сам Ему Уподобишься Ответь Невежде По Глупости Его Иначе Он Возомнит Себя Мудрым Кто Дело Глупцу Поручит Тот С ног Собьется И Хлебнет Горе Как Ноги Хромому Не Служат Так Бесполезна Притча На Устах Глупца Оказывать Почет Глупцу Что Камень Вкладывать В Прощу Что Пьяный Хватающийся За Колючую Ветку То И Глупец Из Рекающей Притчи Как Из Лука Стрелять Не Целись Так И Глупца Нанимать Что Нанимать Бродягу Как Пес Возвращается К Изблеванному Им Так Глупец Свою Глупость Повторяет Ты Видел Человека Что Мудр В Собственных Глазах Даже У Глупца Не Все Так Безнадежно Как У Него Говорит Лентяй Лев На Улице Царь Зверей На Площади Вертится Дверь На Петлях А Лентяй На Своей Кровати Зверей Зап Зверей Лентяй 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 Тех Кто Им Поворжен Листивые Уста Готовят Погибель Глава двадцать седьмая Завтрашним днем не хвастай, ведь не знаешь, что тот день принесет. Пусть другие тебя хвалят, а не твой язык, сторонние кто, а не твои уста. Камень неподъемен, песок тяжел, а подстрекательство глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто выстоит против ревности? Лучше открытый упрек, чем тайная любовь. Лучше раны от искренне любящего, чем щедрые поцелуи от ненавидящего. Душе присыщенный и мед противен, а голодной душе даже горькая пища сладка. Словно птица, что скитается вдали от гнезда, так и тот, кто скитается вдали от дома. Как елей и благовония радуют сердце, так сладок друг сердечным советом своим. Своих друзей и друзей родителей не оставляй. Не ходи в дом брата в день горя твоего. Лучше сосед рядом, чем брат далеко. Будь мудрым, сын мой, и сердце мое порадуй, Чтобы было у меня, что ответить тем, кто меня оскорбляет. Разумный видит беду и спешит укрыться, А неискушенный идет прямиком, за что и поплатится. У того, кто за чужого поручился, отнимут последнюю одежду, Возьмут ее в залог за других. Кто всякий день, рано поутру, Приветствует своего соседа во весь голос, Ненавистен будет. Сварливая жена и протекающая крыша в дождливый день — Все едино. Унять ее — все равно, что усмирить ветер Или удержать масло в пригоршне. Железо железо острит, А человек — человека. Кто стережет смоковницу, Вкусит плодов ее. Кто оберегает господина своего, Будет в почете. Как лицо в воде отражается, Так и сердце человека в сердце другого. Ненасытный Шиол и Авадон, И глаза человека ненасытны. Серебру тигель и горн для золота, Человек же похвалою испытывается. Хоть растолки глупца, Вступи вместе с зерном, Глупость от него не отстанет. В стаде своем знай каждую овцу, Всем сердцем своим о стадах заботься. Ведь богатство не вечно, И венец царский не на все времена. Когда уберут скошенную траву И покажется новая, И на горах соберут сено, Запасешься одеждой и шерсти овечьей, И земли прикупишь в обмен на стадо кос. И будет вдоволь козьего молока, Чтоб кормиться тебе и твоим домочадцам, И служанок твоих содержать. Глава двадцать восьмая Бежит нечестивец в страхе, Хотя никто за ним не гонится, А праведник отважен, Как юный лев. При беззаконии Не избежать многовластия в стране, А правитель проницательный И сведущий Упрочит ее благоденствие. Нищий, который сам угнетает бедных, Подобен ливню, уничтожающему посевы, И хлеба не будет у него. Тот, кто отвергает закон, Превозносит нечестивцев, Но кто закон хранит, Противостоит им. Злодеи не ведают о справедливости, Но тот, кто Господа ищет, Постигнет ее вполне. Лучше нищий, Что живет непорочно, Чем тот, кто кривыми путями ходит, Даже если он и богат. Сын разумный Хранит закон, А кто с распутниками связался, Позорит отца. Кто состояние умножает С судой и ростовщичеством, Собирает его для тех, Кто милостив к бедным. Кто не желает Внимать закону, У того и молитва, Мерзость для Господа. Кто честных Совращает на путь зла, Тот в собственную западню попадет, А непорочным Достанется добро. Богач Мнит себя мудрецом, Но проницательный бедняк Видит его насквозь. Когда торжествуют Праведники, Нет конца радости, А когда нечестивцы Приходят к власти, Люди прячутся. Кто грехи свои скрывает, Не преуспеет ни в чем, А кто исповедует их И от них отрекается, Помилован будет. Благо тому, Кто всюду зла остерегается, А тот, чье сердце Строптиво, Попадет в беду. Лев рыкающий, Медведь изголодавшийся, Таков нечестивый Правитель для бедного народа. Безрассудный Правитель Жестоко народ притесняет, Но тот, Кому ненавистны взятки, Насладится долголетием. На ком кровь, Преступление Тяготеет на совести. Быть ему беглецом До могилы, Никто не приютит его. Кто живет непорочно, Будет спасен от беды, А кто кривыми путями ходит, Падет внезапно. Кто обрабатывает свою землю, Будет есть досыта, А тот, Кто за пустыми мечтами гонится, Сыт будет нищетой. Человек верный, Благословен будет Сверх всякой меры, А кто жаждой наживы Охвачен, Безнаказанным Не останется. Пристрастный суд Несправедлив, И за кусок хлеба Может человек Совершить преступление. Рвется к богатству Скаредный, А того не знает, Что бедность его Настигнет. В конечном счете Будут благодарны тому, Кто обличает другого, А не тому, У кого льстивый язык. Кто отца с матерью Обирает И говорит, В том нет греха, Тот разорителю друг. Алчный раздоры Разжигает, А тот, Кто на Господа уповает, Будет благоденствовать. Кто на свой ум Лишь надеется, Глупец, А кто живет В мудрости, Будет спасен. Кто нищему подает, Не обеднеет, Кто взгляд от него Отводит, На себя проклятие Навлекает. Когда нечестивцы Приходят к власти, Люди прячутся, А когда нечестивцы Терпят поражение, Праведников Прибавляется. Глава 29 Кто и после многих Обличений Упорствует, В один миг Будет сокрушен, И не будет ему Исцеления. Когда праведники Сильны, Народ радуется, Когда нечестивец Правит, Народ стонет. Кто любит мудрость, Радует своего отца, А кто до распутниц, Охочь, Промотает состояние. Правосудием Царь Укрепит страну, А любящий Подношения Разорит ее. Кто ближнему Своему льстит, Расставляет сети На пути его. Злодей попадет В ловушку Собственного греха, А праведник Будет петь И радоваться. Радеет праведник О правосудии Для бедняка, А нечестивцу И не понять этого. Бесстыдные люди Порождают смуту В городе, А мудрые Укращают гнев. Если мудрый С глупым Будет судиться, Не будет знать, Куда деваться От гнева И насмешек Глупого. Жаждущим крови Ненавистен Непорочный, А честные О жизни Его Заботятся. Глупец Дает гневу Полную силу, А мудрый Сдерживает Свой гнев. Если сам правитель Внимает Лжи, То и все Слуги Его Будут Нечестивы. Лишь в одном Бедняк И угнетатель Едины. Обоим Господь Даровал Свет В очах. Если Царь Справедливо Судит Бедных, То Престол Его Навеки Утвердится. Розга И обличение Дают Мудрость. А ребенок Оставленный Без воспитания Мать Позорит. Больше Становится Нечестивцев И греха Больше. Но Праведники Увидят Их Падение. Строгости Воспитывай Сына Своего И будешь Спокоен. И душа Твоя На него Не нарадуется. Без Пророческого Откровения Народ Теряет Чувство Меры. Но Благо Тому, Кто Хранит Закон. Словами Раба Не Вразумишь. Даже Если Поймет Он Слово, Ему Не Последует. Ты Видал Человека Опрометчивого В словах. Даже У глупца Не Все Так Безнадежно. Если С юности Балуешь Раба, Он Наследником Твоим Стать Захочет. Человек Гневливый Сеет Раздоры, Вспыльчивый Множество Грехов Совершает. Гордыня Унижает Человека. А Дух Смиренный Стижает Ему Славу. Кто Знается С вором, Сам Себе Враг. Слышит Проклятие И Не Доносит На Вора. Страх Перед Людьми Загоняет В Ловушку. Но Кто На Господа Уповает, Спасется. Многие Ищут Благосклонности Владыки, Но Справедливый Суд У Господа. Мерзок Праведником Беззаконник, А Нечестивца Мерзок Честный Человек. Глава Тридцатая Слова Агура Сына Яке Собирателя Пословиц Сказал Сей Муж Я Изнемог О Боже Я Изнемог О Боже Обессилел Я Безрассуден И Нет Глупей Меня Нет Во Мне Разумения Человеческого Мудрости Я Не Выучился Не Познал Не Постиг Святого Кто Восходил На небеса Или Сходил С небес Кто Ветер В пригоршне Удержал Кто Завернул Пучину В свое Одеяние И Кто Установил Все Пределы Земли Как Его Имя Какое Имя У Сына Его Скажи Если Знаешь Вся Всякое Слово Бога Огнем Испытано Он Щит Для тех Кто В нем Прибежище Находит К словам Его Ничего Не Прибавляй Чтобы Бог Не Обличил Тебя И Ты Не Оказался Перед Ним Лжецом Двух Вещей У Тебя Прошу Не Откажи Мне Пока Я Еще Не Умер Лицемерие И Ложь От Меня Удали Не Давая Мне Ни Бедности Ни Богатства Хлебом Насущным Меня Питай Чтобы Присытившись Не Отверг Тебя Не Сказал Кто Такой Господь А Впав В Нищету Не Стал Воровать И Кощунствовать Без Чести Имя Бога Моего Не Злословь Раба Перед Хозяином Иначе Проклянет Он Тебя И На Тебя Вина Ляжет Есть Люди Есть Люди Что Клянут Своих Отцов И Родных Матерей Не Благословляют Есть Такие Что Мне От Себя Чистыми А От Собственного Кала Не Отмыты Есть Такие Что Смотрят Надменно Взгляды С высока Бросают Это Племя Чьи Зубы Мечи Челюсти Словно Отточенный Нож Чтоб Поглотить Бедняка На земле Нищего Средь Людей Две Дочери У Пиявки Дай Дай Три вещи В этом мире Ненасытны Да и четвертая Никогда Не скажет Довольно Шиол И Бесплодная Утроба Земля Что водой Никак Не насытится И огонь Который Никогда Не скажет Довольно Глаза Тех Что Над Отцом Глумятся И Послушанием Матери Пренебрегают Выклюет Их Ворон Что Живет В Долине Сожрут Молодые Стервятники Три Вещи Для Меня Непостижимы Даже Четыре Которых Мне Не Понять Путь Орла В Небе Путь Змеи На Скале Путь Корабля Среди Моря И Путь Мужчины К Сердцу Девушки Путь Жены Прелюбодейный Таков Наестся Она Губы Утрет И Скажет Ничего Худого Я Не Сделала От Трех Вещей Земля Содрогнется Четыре Она Она Не Вынесет Раба Который Воцарился Негодного Человека Который Ест Досота Женщину Злобную Что Замуж Вышла И Служанку Что Выгнала Свою Госпожу Вот Четверо На земле Неимоверно Малы Но Они Мудрейшие Из Мудрых Среди Них Муравьи Народ Несильный А запасы Своей Они Собирают Слета Даманы Народ Немогучий А дома Свои Они Строют На скалах Саранча Нет У нее Царя А выступает Она Вся Как Единое Войско Ящерка Может Уместиться В ладони А в Царских Чертогах Бывает У трех Величавый Шаг У четырех Величавая Поступь У льва Сильнейшего Средь Зверей Ни перед Кем Он Не отступит У петуха Задиры У козла И у царя Перед Которым Никто Не устоит Если Ты Превознясся И поступил Постыдно Если Недоброе Задумывал Руку Положи На уста Ведь Когда Молоко Взбивают Получается Масло Понус Убьют Льется Кровь А вспышка Гнева Разжигает Раздор Глава 31 Слова Царя Лемуэля Из речения Которым Его научила Матушка Внем Внем Ли сын Мой Внем Ли сын Утробы Моей Сын Обетов Моих Не Растрачивай На женщин Свои силы Своих Путей Губительницам Царей Не Царям Лемуэль Не Царям Пить Вино Не Владыкам Искать Хмельной Напиток Иначе Напьются Они И Забудут Законы Бедняков Лишат Правосудия Дайте Хмельное Тому Кто Гибнет И Вина Огорченной Душе Выпьет Он И Забудет Про Бедность О Невзгодах Своих Не Вспомнит Говори За тех Кто Безгласен Заступись На суде За Бесправных Не Молчи Справедливый Суд Верший Стой В суде За Бедняка И Нищего Кто Отыщет Жену Достойную Она Жемчугов Дороже Может Муж Всецело На нее Положиться И не Будет Терпеть Он Убытка Воздаст Она Ему Добром А не Злом Во все Дни Жизни Своей Запасается Шерстью И Льном Все Сохотою Делают Ее Руки Она Словно Купеческий Корабль Земли Дальние Ее Кормят Встанет Ночью Еще До Света Чтоб Едой Снабдить Домочадцев И Работой Своих Служанок Приглядит Она Поле И Купит Трудом Своих Рук Средства Добыв И Разобьет Виноградник Припоясан Стан Ее Силой Руки Крепки Во всякой Работе Видит Выгоду От своей Торговли И Светильник Ее В ночи Не Гаснет Руки Ее Держат Прялку Пальцы Сжимают Веретено Отверзает Ладонь Для Бедного И Протягивает Руку Нуждающемуся В Стужу За Семью Свою Она Не Боится Все Одеты В Двойные Одежды И Себе Она Шьет Покрывало Одевается В тонкие Ткани Льняные И Пурпур Уважаем Ее Муж У Городских Ворот Восседает Он Там Меж Старейшин Страны Шьет Она Рубашки Из Тонкой Ткани На Продажу Пояса Поставляет Купцам Облачается В силу И Достоинство Новый День Встречает Улыбкой Говорит Она Мудро К Милосердию Призывает За Домашним Хозяйством Зорко Следит И Хлеб Свой Ест Недаром Проснутся Дети Хвалят Ее Да Ему Уж На Похвалы Не Скупиться Много Есть Женщин Достойных Но Ты Их Всех Превосходишь Привлекательность Обманчива Красота Мимолетна Но Жена Благоговеющая Пред Господом Достойна Похвалы Дайте Ей Вкусить От Плодов Рук Своих Восхваляйте Ее Дела У Ворот Городских Восхвалюши Своим Добре У Ворот Своей Добре Добре Своей Добре Своей